Вопрос о строительстве в Камрате объездной дороги для транзитного тяжелогрузного транспорта стоял остро еще с советских времен. В 80-е годы прошлого столетия на юго-восточной окраине города начались выполняться работы по строительству объездной дороги для такого вида транспорта. Однако до сих пор строительные работы не завершились, а проблема транзитного через столицу Гагаузии транспорта в настоящее время приобрела свою наиболее ярко выраженную остроту. Мы знаем, что эта дорога плачевная. В этом году, сколько мы уже связи имели с министерством, нам обещали и в прошлом году, и в этом году мы имели встречу с господним Керничком. Нам обещают, что уже в этом году начнется объездная дорога и где-то к концу, только его часть будет в следующем году заканчиваться, грубо говоря. Из-за того, что объездная дорога не работает, большегрузные транспортные средства проезжают по центру города, разрушая городские дороги и не только их, но и дома людей. Возмущенные жители этих улиц организовывали митинги в городе, неоднократно обращались к местным и региональным властям. Только их крики, боль и страдания никто не услышал. Трещины здесь, задняя стенка вообще отходит, полы вообще вниз пошли, не знаем. Делали, бастовали, чтобы убирали эти наши большие машины отсюда. Не то, что убрали, а больше прибавились. Кусочек трассы сделали у нас от паспортного туда и то не доделали, а здесь уже говорим. Давайте чуть-чуть щебень хотя бы на этот угол. Никаких мер, никаких мер. Очень проблема. Дома трескаются. Если хотите, то проверяйте. Тяжелые грузы желательно, чтобы сделали это позднее. Дорога очень узкая. Эта дорога не для большегрузного транспорта, потому что она в очень аварийном состоянии. Во-первых, мы очень долго ходили, очень долго ходили по дверям, постучали, чтобы пришли, ремонтировали хотя бы. Или же вынесли этот транспорт отсюда, потому что есть окружная дорога. Но эти машины, которые проезжают большегрузные, это от нас тоже слышно. Прямо ночью невозможно спать. Не только, чтобы стены тряслись, ну и крыша, и стекло, и все. Думаем, что вот землетрясение. Такое страшное. Потому что одна дорога. Трясется весь дом. Очень вред. Трещины везде. Очень трудно нам с этим транспортом. То, что транспорт очень часто проезжает. У нас и дом постоянно трясет. Мы, где ребенка, как уложу, так у нас сразу крики. Очень, очень тяжело. И дом трясется. И неоднократно обращались и примари, и многие. И писали. И нет результатов. Нет результатов, потому что нет денег, говорит примар города Камрад Сергей Анастасов, отметив при этом, что он видит в этом дискриминацию по отношению к столице Гагаузии. Дороги в городе Камрад в ужасном техническом состоянии по сравнению с другими населенными пунктами. Все об этом знают и говорят. Только вот положенная доля финансовых средств, дорожных налогов из бюджета Республики Молдова не поступает в Гагаузию, говорит градоначальник. А ведь налоги Гагаузия тоже выплачивает. С этих средств за последние пять лет, к сожалению, Гагаузия, можно сказать, что получила 4 миллиона лей всего лишь. Это ежегодно выделяется 450 миллионов только на ремонт местных дорог. Во всей республике Камрад должен получать около 4 миллионов лей, если на душу населения. То есть 20 миллионов лей, так скажем, грубый подсчет, может 15, может 20, может 25, но именно этих средств не поступило в наш город. То есть мы их не получали. Чтобы разрешить данную затянувшуюся проблему с обездной дорогой в Камрате и облегчить жизнь горожанам, конечно же, нужны немалые финансовые средства. Дорога протяженностью 18 километров требует финансовых вложений в пределах 23 миллионов евро. Вроде бы уже достигнуто в конце 2015 года в ходе рабочей встречи первого заместителя Башкана Гагаузии Вадима Чебана и примара Камрата Сергея Анастасова с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрием Керенчуком договоренность о выделении денежных средств. Жителям города остается только терпеливо ждать. А вось и нам повезет.